Тему продолжим в студии. У нас в гостях генеральный директор ООО Кэмп, эксперт по транспортным перевозкам Яков Гуревич. Яков Афимович, здравствуйте. Добрый день. Нам известно, что в 2007 году поезд уже ходил из Магнитогорска в Челябинск. Почему все-таки от него решили отказаться? Наши чиновники решили, что он никому не нужен. Они много ведь от чего отказались. Мы же запускали, допустим, рельсовый автобус Екатеринбург. А с чем это связано? То есть, возможно, не решалась задача увеличения пассажиропотока или скорости? Нет, никаких обоснований никогда под эти отказы не было, естественно. Хорошо. Поговорим тогда про поезда «Ласточка», про эти самые. Как вы оцените, насколько они комфортные, насколько они удобные? Это современный поезд мирового уровня для такого вида перевозок. Поезд экономичнее, чем старые поезда, более удобные для пассажиров, естественно. В плане комфорта что-то подобное было уже в Челябинске? Нет, но это новые поезда для России. Хотя по России они ходят, наверное, лет пять уже. Но для Челябинска, конечно, новости. А новую инфраструктуру под электрички нужно ли? Я думаю, что нет. Сегодняшние инфраструктуры достаточно. Возможно, где-то платформы придется оборудовать. А что мы понимаем под улучшением инфраструктуры в этом случае? Что нужно с платформой сделать? Ну, я не знаю. Может, там, высоту изменить, длину изменить. Я не знаю. Но это единственное, что может понадобиться. Может, не понадобиться. Для маломобильных граждан? Ну, может быть. В том числе и так. Если примерно прикинуть, сколько времени может уйти на запуск вот этой самой первой электрички? Ну, это зависит от направления. Но я думаю, что первые достаточно быстро можно запустить. Потому что единственная проблема, которая существует, это согласование графиков. Потому что по тем же путям у РЖД ходят и другие пассажирские поезда более медленные, и грузовые. И, кроме того, надо вписать в правильное время. Насколько могут быть популярными поездки от Магнитогорска до Челябинска через Карталы или другие города? Тут как раз проблема в том, что это большая петля, и это снижает эффективность перевозок. Вот самым эффективным направлением, я считаю, Челябинск-Тюмень. Спасибо, Яков Фимович. У нас в гостях был генеральный директор ООО «Кэмп», эксперт по транспортным перевозкам Яков Гуревич.